Когда вы будете читать различную литературу, вы будете множество раз встречаться с миллионами случаев подтверждения существования загробного бытия. Это могут быть положительные случаи, когда, например, Зосима в братьях Карамазовых, он говорит, чувствую вечную жизнь, чувствую, чую, душой чую прикосновение к иному миру. Почему многие люди, когда умирали, они не говорили, как бы так, значит, все пропало, там, до свидания, как бы, знаешь, типа, я пропал, я погиб. Атеисты, кстати, так и кричали. Там есть документальные свидетельства о том, как кричал Вольтер, например, там, как многие другие, там. Генрих Ипсон, тот вообще был в коме лежал, потом вдруг пришел в себя, говорит, о, да, так стало, и умер. Что-то увидел, такой же, да, так прям так, да, типа, да ну, и все, и ушел. Что-то ему там показалось, значит, это самое. А вот как умирали другие, например, там, Пушкин, говорит, в горнее, в горнее, он в забытии был, лежал в отключке, он говорил, вверх, 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 давайте вверх, что вверх хотел подняться. Гёта, когда умирал, он говорит, дайте света больше, больше, лихт, лихт, мер, лихт, больше света дайте. Гоголь, когда умирал, он говорит, лестницу, лестницу, давайте лестницу, как подъем, это, то есть не в яму, а лестницу наверх. Потом, это такие редкие слова, говорит, как сладко умирать, Гоголь сказал. Это задокументировано, это люди слышали, которые стояли возле него. Понимаете, как сладко умирать, слушайте, представляете? То есть, конечно, этого не скажет тот, у кого совесть нечиста и всё. Так что, чем больше будете об этом думать, узнавать, у вас будет несомненная убеждённость в будущей жизни. Вот, что это привременная жизнь, она, так сказать, пляшет перед нами, как бы, значит, но стоит тебе выйти из неё, она забывает тебя и пляшет уже перед другими. А как блудница, которая интересуется тобой только на время, как бы, значит, а потом вдруг ты, например, умер, тебя понесли, она тоже забывает про тебя, она сразу переключается на следующий клиент. Такой образ есть у одного из святых, у Исаака Сирина. Так как говорится, что блудница сия, мир сей, тебя влечёт к себе до тех пор, пока ты жив. Когда тебя понесут вперёд ногами, он тут же про тебя забудет. А там ты попадаешь в некую страшную область неизведанного мира. А там всё другое. Вот, так что не бойтесь тех сомнений. Они со временем при помощи молитвы, житейского опыта, прочитанных книг, там, взросления сердца, они будут отходить. Я об этом, об этом можно всю передачу. У меня в голове столько сейчас этих примеров, сейчас файлы раскрылись, что я мог бы до конца этой передачи вам приводить примеры подобного рода.